Программа быстрого восстановления хирургии это довольно новая для нашей клиники, но может быть не новая в мире. Изначально эти разработки пошли из колоректальной хирургии, и поэтому я буду рассмотреть с точки зрения вонко-колоректальной хирургии, в целом колоректальной хирургии, минимальной инвазивной колоректальной хирургии. Большинство пациентов поступает на с день операции, то есть мы пациентов не видим, то есть они поступают уже полностью обследованы в день операции с утра, с 6 утра они уже в госпитале, то есть у нас довольно небольшое время, чтобы с ними познакомиться и как бы обсудить все плюсы и минусы. Профессор Хенри Келлетт, это человек, который был основоположником программы быстрого восстановления, он как бы совершенно уникальный хирург, который как бы посмотрел на действующий ход вещей и задал вопрос, а можно ли изменить что-то. Традиционная хирургия представляла собой недели восстановления, длительный процесс, а он подумал, как бы сделать так, чтобы этот процесс уменьшить по времени и с минимальной травмой для пациента. Программа сама очень большая, как бы она многофасеточная, мы разберем каждый вопрос отдельно. В чем же преимущество? То, что это, во-первых, удобно для пациента, то есть пациент поступает в день операции, он оперируется, быстро останавливается функция и обратно он выписывается довольно быстро. Это экономическая выгода, естественно, для госпиталя, о чем мы говорим, стоимость нахождения сценария, она высокая, освобождение свободных коек для пациента и также снижается риск испытальной инфекции и тромбоза глубоких вен. Уже госпиталь это, в принципе, опасное место для пациента находиться. Про экономику, вот наш госпиталь, в прошлом году 23 миллиона фунтов дефицит бюджета, планированный дефицит был 9 миллионов, то есть у нас уже планировался дефицит бюджета, он еще вырос, то есть в этом году еще, по-моему, хуже ситуация, так что подобные программы, они только позволяют более эффективно провести большее количество пациентов. Преэдемиционный поток, то есть то, с чего начинается наша встреча с пациентом. Пациенты часто пожилые, с полипрагмазией, с опутствующей патологией, многие курят и алкоголь употребляют значительная частота ишемической болезни сердца, хронические заболевания легких, нарушение питания, то есть, в принципе, процент пациентов, которых в классификации СА1 мы практически не видим, у нас либо 2, 3, 4 и так далее. Но к которому это возраст? Посмотрите на возраст пациента, 1911 год, то есть как бы нет предела к совершенству. Селекция пациента, два главного вопроса, это готов ли пациент к операции, поскольку летальность может возникнуть в некоторых группах до 30%, и второй вопрос это, что можно сделать для оптимизации пациентов и высокого риска. То есть, амбулаторно проводится прием пациента, смотрят его медсестры, либо врачи первого года, интерны, проводится опрос по параформе запросника, анализы, КГ, обследование. При необходимости проводится прием от студиолога в клинике анастилологически. То есть, мы смотрим пациентов, но не всех, только определенные, у тех, у которых высокого риска, где те или иные анастилологические осложнения могут возникнуть. То есть, подход такой мультидисциплинарный. Заполняется подобная проформа по каждым разделам, начиная с заболевания истории и по системе, как бы она несколько листов. И в конце решается, готов ли пациент к операции, требуется ли мне осмотр анастилолога в клинике, и план лечения. Выдаются такие памятки пациенту, прекратить прием препарата, например, клопидогрель в данном случае. То есть, пациенты в большинстве случаев забываю, что им сказали. То есть, как бы сохранение информации процентов, наверное, 10 составляет. То есть, только ему сказали, он половину, 90% забыл. Еще раз дел вопросника, это вопросник риска апноэ во сне. То есть, это тоже большая проблема в связи с пациентами, больших пациентов процентов с ожирением. Это как бы одна из проблем, которая диагностируется часто перед операцией. То есть, не анестезируется ранее. А это первая проблема, которая возникает уже в процессе. Мы выдаем такие листовки для пациентов информационные, где описывается информация об анестезии, об эпидуральной анестезии, о спинальной анестезии, контроль после операции, обезболивания. То есть, как бы простым, понятным языком, не медицинским, объясняется, что с пациентом происходит, и что будет происходить, и чего можно ожидать. То есть, это очень важно, поскольку если написать такую рекомендацию с нашими терминами, то никто читать не будет, никто не поймет. Проводится скрининг и санация носителей золотистого стафилокока, мицелин-резистентного, то есть, выдаются такие шампуни, выдаются специальные кремы для носа. То есть, опять же, чтобы пациент не отменялся в день операции с тем, что он носитель. То есть, прием пациента в полигене, который мы ведем, он как бы амбулаторный, и довольно мало времени для оптимизации пациента. То есть, необходимо быстро, в короткие сроки оптимизировать его и решить, готов ли он к операции или нет. То есть, сюда могут включаться энергетические напитки, упражнения, бета-блокаторы, стероиды, контроль диабета, коррекция анемии, отказ от курения, если это возможно, алкоголя. Мы проводим ЦИПЕКС-тест, как бы это проба с нагрузкой анаэробного метаболизма. Он позволяет дать более объективные показатели, которые как бы можно, хирургам показатели любят у нас какие-то такие более-менее научные показатели, которые можно показать, что пациент явно не готов к операции. И информация для пациентов. То есть, когда пациент видит, что операция может произвестись и пациент может восстановиться довольно быстро, и когда он видит, что это может произвестись эффективно, и он видит пациента, который восстанавливается рядом с ним после такой же операции, то это для него большая мотивация. И пациент – это более важный элемент программы быстрого восстановления. То есть, они должны знать, что с ними будет, когда будет, на каком этапе, когда она будет садиться в постели, когда она будет вставать, когда будет есть. И они как бы заполняют такой дневник, что они делали на каждый день, кто их хирург, кто их медсестра, когда была произведена операционная осмотр и так далее. То есть, это уже для пациента. Питание, голодание, премедикация – все это меняется. Мы не проводим подготовки кишечника для правосторонней гемиколоктомии, к примеру, токолеризекции прямой кишки. Мы не проводим превоснованную физионом терапию внутривенную. Мы используем нейротические напитки перед операцией, до двух часов перед операцией. Мы избегаем седативной премедикации, используем только мепрозол и габапентин. Ирогастральный зонт мы устанавливаем только на время операции, как правило. Так что, вот эти два раздела, которые… Три раздела, которые мы можем повлиять. Тошнота работы, анальгезия и общая анестезия. То есть, цель анестезии – это быстрое пробуждение, ясное сознание, отличное обезболивание и низкая частота тошноты работы. Это три главных раздела, которые мы, как анестезиологи, можем повлиять. Особенности длительности операции. Особенность при малоинвизивной, когда используются лапароскопической хирургии. Это эффекты карбоперитониума. Это положение пациента, смещение трубки. Это давление на ткалии, риск соскальзания пациента со стола. То есть, как бы это много технических моментов, которые нужно учитывать. То же самое для робота с тироной операцией. DaVinci-робот, который у нас установлен уже несколько лет, он как бы еще более серьезный наклон стола 3D-минбурга требует. И кроме того, очень выраженной мейералаксации, поскольку травма ткани, если пациент начинает дышать или кашлять, невозможно, как бы, если лапароскопическая хирургия, он может просто остановиться и перестать оперировать, то робот не может. То есть, это будет просто травмирование ткани относительно штанги робота. Но это тоже отсутствует тактильный ответ. То есть, хирург не чувствует ответа ткани при операции. Это только визуальное. Мы используем деслюран широко. Препарат с низкой растворимостью в крови и жировой ткани. Минимальное накопление. И, например, длительные операции, там по 8-10 часов, пациенты пробуждаются через 10-15 минут после операции. В ясном сознании можно оценить их с теми обезболивания, перевести палату пробуждения в обычную палату без необходимости реанимации. Антибиотики, как бы, в зависимости от спектра операций. Для колоректальной мы используем давно, используем метронизол, гентомицин. Что касается гидротации. Я позапрошлым году говорил про целенаправленную физиотерапию, так называемую голодиректр серапи. Много очень публикаций, масса публикаций, в основном за счет производителей аппаратуры, как бы спонсированные. Очень сложный вопрос, и как бы пока не нет преимуществ целиориентированной терапии. Используются различные методы, сравнивали просто с нулевым балансом ведения пациентов, либо с использованием мониторинга. Необладательные различные в группе. Поле того, исследование 2011 года показало, что у пациента с высоким анародным порогом использование целиориентированной терапии приводит к рисковой гидротации, удлиняет срок нахождения в стационаре. То есть мы не используем целенаправленную терапию в лапароскопической хирургии, используем как бы минимальную эффузию в нулевом балансе пациентов. Эпидуральная анестезия, то, что родил Сергей Аркадьевич и Владимир Анатольевич, мы используем в основном спинальную анестезию для этих котирований больных. Как бы сейчас сдвиг в основном в сторону спинальной анестезии и региональных методик. Мы используем диаморфин, который разрешен, одна из стран, я думаю, Великобритании, он разрешен, в Америке он запрещен полностью, в медицине, это героин медицинский, то есть это две молекулы морфина, соединенные вместе. Он вызывает меньше риск опуноя, чем морфин, и он более жирорастворим, он как бы останавливается в точке введения и обеспечивает довольно длительную, хорошую анестезию после операции. Эпидуральные судьи мы используем в колоректарной хирургии тока для диссекции квазового дна и лапаротомии. Он широко используется, плакада прямой мышцы живота, в основном основывается хирургами, катетерами под прямым контролем, тактильным контролем, и как бы довольно хорошие результаты. Ну и мультимодальная анальгезия, естественно. Контролируемая пациентом анальгезия, шприц с морфином, который он выдается, пациент, и он с ним выписывается в палату, как бы он надавливает на кнопку при необходимости, обезболивает сам себя. Рандомизированные исследования, сравнивая эпидуральную, спинальную или катетерами под судьбом, анестезию, не было разницы в группах, хотя говорит, что эпидуральная анестезия лучше качества обезболивания в первый день после операции, но в дальнейшем как бы основных каких-то самых различий в группах не было. Спинальная анестезия в сравнении с контролируемым пациентом анальгезии, также спинальная анестезия лучше без боли у него 24 часа, но не было различий в восстановлении функций кишечника, готовность к выписке, продолжительность нахождения в сационаре. То есть как бы можно использовать разные методики, если они работают в ваших руках. Это блокады поперечной пространства живота, ТАП-блок, которые мы используем для операций ниже пупка, как бы это миниологические операции и урологические операции, довольно эффективное обезболивание. Температура пациента очень важный раздел, он включен во все гайды Национального института клинического совершенства, НАИС, по преотвращению гипотермии в операционной. То есть мы активно их согреваем, используем согревание жидкости, согревание покрывала с подогревом и также матрас с подогревом и мониторинг температуры, поскольку гипотермия повышает риск анемии, ознобы, кровоточения и нарушает заживление ран и повышает процент инфекции. То есть мы используем одеяло с подогревом, используем матрас с подогревом и используем согревание жидкости. После операции пациент поступает в палату пробуждения где-то на 30 минут 2 часа, где он один к одному наблюдается медсестрой, причем он с велок продолжает нести ответственность за пациента на этом уровне. Главный вопрос – это обезболивание, то есть и тажанта работы, и действие нет кровотечения, после чего пациент выписывается в палату, юридическую палату высокой зависимости. Там, где уже два медсестры на одного пациента, и пациенты введут в хирурги с обходом астезиолога. То есть заполняются такие, как бы называемые, так называемые формы для оценки гемодинамики, сознания, обезболивания. И как бы они все заносятся в такую таблицу в зависимости от той или иной оба бальности. То есть, скажем, ноль – это частота сиречное сокращение 50 до 90, температура нормальная, давление в более-менее нормальных пределах, и то ли не отклоняет то или иной степень, приводит к той или иной бальности. То есть было показано, что медсестры очень активно и очень тщательно заполняют карты, но они как бы не принимают активного, не принимают активного решения, когда нужно обратить внимание в отношении врача на то или иные изменения. То есть они активно как бы активно заносят падение давления, к примеру, увеличение нарастания тахикардии, но как бы к какому-то эффекту это не проводится, не приводит. Поэтому вот эта программа быстрого реагирования, как бы она приводит к такому компьютерному обсчету общего параметра, общего счета. Как бы вот с шести, видно, что это как бы довольно серьезный параметр, за счет обезболивания либо за счет артериального давления и как бы вот падение практически до более-менее нормального параметра приводит к изменению цвета. То есть, соответственно, медсестра уже может пригласить врача на раннем этапе изменения параметра, когда еще эти параметры только начали меняться. То есть это в электронном виде мы можем в любой момент, находясь дома, войти в эту систему и посмотреть, как состояние пациента после операции. То есть это довольно помогает принять те или иные решения до того, как возникли проблемы, которые уже неразрешимы. Опять же, путь пациентов заполняет то, что медсестра заполняет документацию, довольно большая документация, большой объем. Говорят сейчас, что у них мало времени заниматься пациентом, они больше документов заполняют. как бы все это основано на том, что максимально мобилизировать пациента, максимально рано проводить свою мобилизацию. В первый день после операции он уже начинает садиться в постели, начинается раль приожидкости, мобилизуется с физиотерапевтами, через четыре короткие прогулки. Такое вот кресло рядом, рядом с кроватью у него. И, соответственно, на второй день после операции уже прекращается инфузия, легкая диета, пациент садится в постели, прогулится в любую комнату, прекращается эпидуральная анестезия при необходимости. И третий день он уже короткие прогулки, удаление катетера, и так выписывается пациент уже в обычную палату. Что происходит, когда выпадает снег в Британии? То есть полностью парализуется вся работа в госпитале. И вот эта вот куча садонных мест на парковке обычно заполнена полностью сверху донизу. Очень важен аудит, то что хорошо внести какое-то изменение и сказать, что мы его внедрили. Но как это внедрили? Что происходит, это очень важно. То есть поэтому ежемесячный, ежегодный аудит вашего отделения, он очень важен. Гайды мы уже обсудили на моем прошлом выступлении. То есть как бы очень важны. такие поваренные книги, поваренные рецепты для тех, кто не входит в ту или иную операционную регулярно, или для такого таллиной патологии как бы вызывает проблемы. База данных аудит. Мы заполняем такие как бы формы для пациентов, где указаны вид анестезии, извиняюсь, вид анестезии, какая использовалась анестезия до, после, во время операции. И это как бы потом можно анализировать по пациенту, по анестезиологу и по тому или иному больно-итоменному отделению. На каждом анестезиологе есть такой как бы полигон, где мы смотрим температуру пациента в палате пробуждения, тажанта и рвоты, использование опиота и болевой синдром, шкала болевого синдрома. То есть я могу сравнить, допустим, свой полигон с моими коллегами, общий полигон по тому тому же хирургу. То есть как бы это позволяет более конкретно оценить мою, мой полигон, мой уровень работы с другими. То есть, допустим, в этом случае я вижу, что 60% моих пациентов в зависимости, в отличие от 70% моих коллег, у них болевой синдром был меньше двух. То есть чем ближе к 100, тем лучше. То есть здесь мы еще не дорабатываем. Это уменьшает нахождение пациентов в стационаре, но в 10% допустим программа не работала по тельной причине. То есть невозможно как бы все это впихнуть в одну какую-то схему, которая будет работать для всех пациентов. То есть мы должны разумно подходить и сказать, что если она не работает, она не работает. То есть в стандартной классической программе. Ссылки все эти приведены, вы можете посмотреть как бы по разным разделам, по разным операциям, по разным нозологиям. Все гайды приведены, можете их посмотреть, можете использовать в таком телеграфном стиле. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok